ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ У меня вопрос. Кому может быть назначена повышенная стипендия? Повышенная стипендия назначается студентам, получающим государственную академическую стипендию. Повышенная стипендия может быть назначена студентам, обучающимся в программе бакалавриата, начиная с третьего семестра обучения, и студентам, обучающимся в программе магистратуры, начиная с первого семестра обучения. Я активист правкома, я участвую в различных мероприятиях. Я бы хотел знать, могу ли я рассчитывать на повышенную стипендию? Да, если вы участвуете в студенческом самоуправлении, в деятельности профсоюзных организаций и старостатах. Для этого вам требуется прийти в правком и заполнить заявление на участие в конкурсе. Сколько семестров нужно учиться на отлично, чтобы получать повышенную стипендию? Для того, чтобы претендовать на повышенную стипендию, необходимо иметь отличные оценки не менее двух семестров обучения. Следует отметить, что если вы претендуете на повышенную стипендию только за отличное обучение, никаких заявлений подавать не нужно. Сая информация о вас формируется в учебно-методическом управлении. Какие нужны документы для подачи заявления на повышенную стипендию? В этом и других непонятных вопросах нам поможет разобраться исполняющий обязанности проректора по воспитательной и социальной работе Катаров Василий Кузьмич. Основные документы указаны у нас в порядке подачи заявлений, который вывешен на сайте Петрозаводского университета. Но могу сказать, что это все подтверждающие документы, которые свидетельствуют о том, что вы имеете определенные достижения. Если вы занимали какие-то первые места, будь то на научных конференциях, в спорте или творческих конкурсах, то просто делается копия этих документов и представляются соответствующие управления. Кому и в какой кабинет нужно относить заявление, чтобы получать повышенную стипендию? Если это по науке, то управление научных исследований, 456 кабинет. Если это застижение культурно-творческой деятельности, то 228 кабинет. Спортивная деятельность – это на кафедру физического воспитания и спорта. Общественная деятельность – это студенческий правком. Активно занимаюсь творческой деятельностью, выступая по университете и по городу. Скажите, могу ли я рассчитывать на повышенную стипендию? Если у нас студенты участвуют в работе какого-то творческого коллектива, то тогда работа идет через руководителя этих творческих коллективов. Ребята пишут заявление, далее руководитель творческого коллектива пишет коллективное представление, и стипендиальная комиссия рассматривает данное представление. Если же ребята у нас участвуют в какой-то деятельности помимо творческих коллективов Петрозаводского госуниверситета, чтобы мы о них узнали, чтобы они обозначились, они должны заполнить заявление соответствующего образца, приложить документы, подтверждающие то, что они активно участвуют в творческой жизни на Карелии, даже, может быть, помимо того, что они участвуют в творческой жизни Петрозаводского госуниверситета, и эти заявления они могут принести 228-й кабинет, лично мне. Я отличник и спортсмен. Могу ли я рассчитывать на две повышенные стипендии? Дело в том, что мы всегда приветствуем, что у нас студенты были разносторонними личностями, и у нас вообще самые лучшие студенты среди всех студентов мира. Но, тем не менее, данная стипендия дается за достижения в нескольких областях, может даваться достижения в нескольких областях, но рассматриваются ключевые достижения, и эта стипендия выплачивается в единственном экземпляре. До какого числа можно подать заявление на повышенную стипендию? Заявление еще можно подать до 27 февраля. Если у вас все еще остались вопросы, вы можете обратиться в кабинет 228 главного корпуса Катарову Василию Кузьмичу. Контактную информацию вы увидите на своих экранах. С вами была «Правовая среда». Смотрите ЮТВ и будьте в курсе.